СКВОЗЬ ВРЕМЯ Привет, с вами Лиза Азия, и сегодня мы пронесёмся сквозь время с яркой, жизнерадостной Витой Чикавани. Привет, очень рада тебя видеть. Да, всем здравствуйте, это взаимно. Мы запускаем нашу машину времени и попадаем в твоё детство. Расскажи, как оно у тебя прошло, или в твоей душе всё ещё живёт ребёнок? Живёт ребёнок 100%, вот эта непосредственность, она где-то витает у меня постоянно, каждый день я с этим сталкиваюсь, потому что, ты знаешь, детство было всегда в какой-то работе, соревнованиях, тренировках, и так как я очень много посвящала времени учёбе, и у меня всегда была цель учиться на золотую медаль, быть лучше всех, лидером в классе, и получить самый красный диплом, который только может быть. Я действительно очень много думала об учёбе, и мне казалось, что это самая важная моя миссия в этой жизни. И мне кажется, я начала жить только сейчас, в 29 лет. Я начала себя не ограничивать в своих каких-то, наверное, раскайфовках, которые могут у меня быть с моими друзьями, потому что раньше я этим не воспользовалась. А как у тебя получилось, что ты стала популярна в этой сети? Наверное, просто нашла свою нишу. Это юмор, это пранки, это просто моя непосредственность, наивность, какая-то детскость, образ вот этой наивной девчонки, которая делает то, что ей нравится, подходит к людям, знакомится, не стесняется, бескомплексность. Вот это, наверное, то, что я вещаю людям, чтобы люди никогда не стеснялись себя и не боялись реакции людей. А у тебя есть какое-то хобби, которым мы ещё не знаем? Я играю в Counter-Strike ещё со школьных времён. Вот прям, и я очень хотела бы организовать свою какую-то медийную лигу, когда собираются многие артисты, я же знаю, что много кто играет. Егор Крит играет в Counter-Strike, ЛДжей тоже. Ну вот прям, это компьютерные игры, короче, я вот любитель компьютерных игр, поэтому это, наверное, моё любимое хобби. А вот за всё это время у тебя получилось завести, ну, подружиться с кем-то из артистов? И кого ты можешь назвать своим близким другом? У меня больше такой блогерский мир, то есть мы очень хорошо общались и общаемся с Кориной Кросс, с Давой, с Ромой Каграмановым, практически всех я знаю, Люси Чеботина. Но я не могу сказать, что кто-то среди медийных лиц есть мой друг, вот самый настоящий друг. Наш искусственный интеллект подготовил для тебя блиц-опрос, который позволит нам узнать тебя ещё лучше. Главное, отвечай честно. Как относишься к хейту? Я чувствую позитивно, очень люблю хейт, обожаю, честно. Потому что куда бы я ни заходила в социальные сети, посты, где есть я и где есть мама, вот даже после последнего реалити, они набирают колоссальное количество просмотров. Я не знаю, почему люди так реагируют на меня. Когда меня встречают вживую, говорят, боже, там, да, и какие-то комплименты. Когда меня не встречают вживую, идёт просто ужаснейший. И мне это так нравится. Хейт – это круто. Я считаю, что это дурная реакция людей на твою деятельность. То есть ты их прям чуть ли не раздражаешь тем, что ты делаешь. Мечтаешь о принце на белом коне? Мечтаю. Я буквально вчера рассталась с парнем. С кем я была 11 лет. Со школы мы с ним вместе. Пойти на вечеринку в клуб или посидеть дома под тёплым пледом и посмотреть кино? Второй вариант. Сто процентов. Уже не кайф ходить на вечеринки. Вообще, наверное, пойти и поехать на студию под пледиком поработать. Поработать с ребятами. Под пледиком в плане с пледиком. Не то, чтобы там с какими-то другими ребятами я поеду, нет. Прям студия, пледик, чаёчек. Мой коллектив, моя команда, с которой мы создаём музыку. И вот прям плотненько работаем. Вот, наверное, вот это мне больше всего интересно. Что-то, что ты никогда не простишь? Мне кажется, я сейчас всё могу простить, но не могу потом принять человека. Прощать нужно абсолютно всё. Какие качества ты ценишь в людях? Первое, наверное, это юмор. Если с человеком весело, смешно, классно, вообще это идеально. Я обожаю весёлых, смешных людей. Я считаю, что юмор это то, что продлевает нам жизнь. Это то, что даёт нам лёгкость. Если человек смешной, всё, я с ним, я до конца, мы идём вместе. Неважно, там, обманывает он, ворует, там, не знаю. Что бы он ни делал, мне главное, чтобы мне с ним было весело. А вот как ты оценишь свой юмор по десятибалльной шкале? Я смешная. Я смешная, но я больше на импровизации. То есть все мои ролики, которые я снимаю в социальных сетях, которые я раньше снимала, это всё полностью импровизация. Мне очень нравится ставить людей в тупик. Такое абсурдное состояние, когда он не знает, что сказать, когда ты подходишь там и начинаешь какую-то просто чушь нести, и ты этого не стесняешься, хотя внутри мне очень смешно того, что я делаю. Это юмор не для всех. Это такая узкая направленность. Вообще, в принципе, люди не все это понимают. Но мне кажется, что я и моя команда, и мой, так сказать, бывший молодой человек, но мой же, так сказать, продюсер, человек, который мой директор, он, в принципе, всё это и придумал, все сценарии. Буквально недавно была на презентации Димы Билана, и он меня запомнил просто по роликам в социальных сетях. Он мне постоянно рассказывает, что... А помнишь, у тебя вот этот ролик был вот-вот с гусём? Блин, я так ржала с него, так классно! Какую песню ты всегда поёшь в караоке? Айова, мама. Всегда. Постоянно. Буквально недавно её встретила, сказала, Айова, караоке всегда начинается с твоей песни. Это мама. Не знаю, мои любимые песни. Очень люблю... Вообще люблю караоке, люблю петь. И Айова, она мне очень близка. Вот Айова и Ёлка — это вот те две исполнительницы шикарные, просто невероятно трудолюбивые для меня, которые тембрально мне очень нравятся, как звучат. И Зивер, наверное, вот я вот их троих могу выделить в плане музыки и вокала. Спасибо большое тебе за твои ответы. Ну, а мы снова проносимся сквозь время. И теперь поговорим о твоём будущем. Кем ты себя видишь через 10 лет? Не знаю. Вообще не знаю. Я сейчас не знаю, что вообще будет завтра. Не знаю, не умею планировать. Вообще не знаю. А в каком амплоте бы хотелось тебя ещё попробовать? В кино. Вот в кино, да. Хотя нет, я знаю, кем я буду через 10 лет. Я просто никогда не занималась, знаешь, когда люди берут, прописывают в блокнотиках. Мне кажется, очень полезная практика, когда ты прям прописываешь, вот кто ты сейчас и кем тебе нужно стать потом. Наверное, я хотела бы иметь несколько проектов на телевидении, вот именно своих шоу. И мы этим занимаемся, мы разрабатываем очень-очень уникальные, крутые проекты, которых не было в России. У меня безумно крутые сценаристы. И мы придумали 4 нереально крутых шоу. И я очень надеюсь, что они скоро появятся на просторах телевидения, вы будете смотреть, наблюдать, потому что я прям горжусь, что вот мы выдумали, но такого ещё не было. А вот если мы всё ещё говорим про музыку, то как думаешь, когда состоится твой сольный концерт? Я очень надеюсь, что это будет 24-й год. По факту я бы уже давно могла сделать сольный концерт. Он у меня был. У меня был в Волгограде сольный концерт. Это такой пробный концерт, где мы сделали бесплатную историю для моих подписчиков. Мы собрали 500 человек. Для меня это было уже вау. Я думаю, вау, круто. Потому что обычно на меня приходят, как на блогера, и обсудить ролики. Или, например, ведущие. Вот я вела премии. Многие у нас на звёздных дорожках тоже узнают. А вот как музыканта, не особо пока многие знают о том, что я пою. Особенно если я начинаю где-то петь на мероприятии, все такие, а ты умеешь петь? Вот такая реакция. И я долблю в эту точку. Я уверена, что у меня всё получится, и что сольный концерт, вот именно масштабный сольный концерт на большой аудитории будет в 2024 году. Ты выпустила песню про Колю Баскова. А с кем бы ты хотела фит? Ну, у нас вот с Лёшей свик. Вот так происходят встречи. Он меня знает. Также, наверное, из блогерской истории. И Майами Олег меня знает ещё, когда я была блогером. И вот мы с Лёшей как-то пересекаемся, и мне пришла такая мысль. Мне очень понравился какой-то вот трек у него был, где вот он так классно спел, низко, тембрально. Вот не знаю, мне прям вот Лёша с Виком в душу запал в своей музыкальной какой-то истории. Ну, круто делает, прям круто. Я как-то вот так резко встречаю, а я не умею искать подход людям. То есть я не начинаю там, привет, как дела? Я хочу с тобой познакомиться. Я просто такая, блин, а не хочешь фит? Просто вот так, вот вброс. Он такой, да можно. Можно. И вот каждый раз наша встреча заканчивалась в том, что я ему говорю, слушай, а помнишь, мы фит хотели? Он такой, да можно, можно, типа, присылай. И вот мы уже там 3-4 раза виделись и обсуждали вот нашу совместную работу, которая, возможно, будет. В финале программы я попрошу тебя обратиться к себе в будущем. Можешь дать какие-то напутственные слова или просто передать привет? Виточка Ваня или Виолетточка Ваня, или просто вот ты. Никогда не разочаровывайся в людях, продолжай делать то, что ты делаешь. Люби родных, близких, не забывай про них. И никогда не оступайся. Вот прям старайся не оступаться, потому что уже слишком много ты ошибок наделала. Сконцентрируйся. И я вижу, что весь шоу-бизнес крутится вокруг тебя. И ты номер один, Виолетта, потому что ты в себя верила и никогда не останавливалась. Поэтому ты большая молодец. Я тобой очень сильно горжусь. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Ждем тебя еще раз. Желаем успехов тебе в будущем. И в творчестве, и во всем в твоих начинаниях. Ну, а с вами была Лиза Азия и шоу «Сквозь время». Скоро увидимся. Пока. Спасибо огромное. Всем пока. Сквозь время.